Уважаемые коллеги, добро пожаловать на наш семинар по анализу транскриптома немодельного объекта. В качестве такого объекта у нас будет рожь, сикалис и реали. И наш семинар будет состоять из двух частей. Первая часть вводная, где мы поговорим о требованиях к образцу, о подготовке образца для секвенирования, о том, какие моменты нужно учесть. И вторая часть будет более практической, где мы рассмотрим конкретные программные продукты для анализа такого транскриптома с командной строкой, с объяснением, откуда их можно скачать и каким образом можно будет справиться с всем этим конвейером по обработке этих данных. Ну и прежде всего давайте попробуем с вами поговорить, почему нам может быть интересен именно транскриптом. Ведь в принципе у нас может быть исследование нашего объекта на разных уровнях. На геномном, на транскриптомном, протеономном, метаболомном. И каждый уровень имеет свои достоинства и недостатки. Давайте посмотрим по количеству различных веществ, отдельных веществ, или, скажем так, участков, кодирующих определенные белки на примере человека. В случае, если мы говорим о геноме, конечно, сейчас количество белок кодирующих последовательностей уменьшается. Возьмем старые данные. Таких белок кодирующих последовательностей в нашем геноме порядка 25, по старым данным, тысяч. Тем не менее, очень много некодирующих регуляторных последовательностей и так далее. Но этот уровень, конечно же, не отражает быстрых изменений, которые могут происходить в ответ, например, на какое-то внешнее воздействие. Это уровень, который меняется достаточно медленно. Следующий уровень транскриптомный. И здесь у нас уже гораздо большее количество интересующих нас молекул, транскриптов. Порядка 100 тысяч. Причем, в отличие от генома, где количество его размер, количество белок кодирующих последовательностей может для разных животных различаться достаточно значимо, транскриптом, как сейчас считается по статьям, более-менее схожее значение по количеству транскриптов для всех жизненных стадий, если их объединить, имеет. Ну и, опять же, для человека это порядка 100 тысяч транскриптов. Транскриптом же уже в ответ на какое-то внешнее воздействие может серьезно и достаточно быстро меняться. То есть здесь, если мы сможем посмотреть количество транскриптов, их уровень экспрессии, то мы можем посмотреть, какие именно пути метаболические у нас меняются, какие именно белки, мы можем предположить, должны увеличиваться или уменьшаться. Опять же, с этого уровня можем делать это предположение. И, соответственно, это позволяет нам уже изучать какие-то функциональные изменения в условиях ли одного и того же, скажем, животного или растения, в разнице между, скажем, линиями, в разнице между какими-то отдельными, скажем, например, уровнями развития этого организма и так далее. Протеом. Здесь все несколько сложнее, потому что, кроме того, что у нас транскрипты, соответственно, превращаются в белки, и у белков еще есть пострадиционные модификации. И здесь нельзя поставить знак равенства. Хотя потому, что белок может жить в клетке гораздо дольше, чем транскрипт, или, наоборот, транскрипт может появиться, но еще не быть белка, или много вариантов, когда данное сопоставление прямое невозможно. Понятно, что миллион белковых форм, если взять это пострадиционной модификации, это уже достаточно сложно для изучения. Ну и, к тому же, конечно, изучение полного протеома ДНОВа гораздо дороже, чем изучение ДНОВа того же самого транскриптома. Ну, а при наличии уже готового транскриптома изучать протеом будет гораздо легче. Ну и следующий уровень – метаболом. Здесь, если брать соединения, которые в большинстве случаев встречаются в организмах, ну, опять же, база данных по человеку, порядка 40 тысяч всего. Если туда добавить всякие ксенобиотики, токсины, пищевые добавки, то, с чем мы, в принципе, в обычной жизни должны встречаться, то, конечно, это число растет. Понятно, что транскриптом в данном случае является первым уровнем, на котором возможна регуляция в ответ на какие-то внешние изменения среды. Этот уровень не настолько комплексный, как протеом, и более дешевый. Ну, и, конечно же, он не настолько быстро отражает изменения, как, скажем, уровень метаболома. Но, опять же, для некоторых задач этот уровень наиболее удобен. Какие плюсы работать с инкриптомом, если их попробовать быстро перечислить? Ну, во-первых, сравнительно дешево по сравнению, например, с секвенированием ДНОВа, генома и его аннотацией. Потому что у нас только те участки, которые, если мы сделаем, например, только поле А обогащения, то это будут только те матричные РНК, с которых, в общем-то, должен детироваться белок. Уже проще. Плюс их небольшое количество. Плюс, если у нас есть какое-то близкое к нашему растению или животному уже аннотированное состояние транскриптома, мы можем его использовать для такой взаимной аннотации нашего нового. То есть, в принципе, по сравнению с геномом дешевле, по сравнению с ДНОВа, без наличия, скажем, транскриптома, протеома, тоже проще. Ну и мы уже можем изучать, в данном случае, различные процессы регуляции для разных стадий, разных тканей, разных воздействий. Опять же, на данном этапе для работы с транскриптомом нет необходимости в секвенированном и аннотированном геноме. Да, если он есть, это прекрасно. И открывает новые возможности. Но если он аннотирован плохо, или если вы хотите все возможные варианты, сплайс, например, варианты ваших генов увидеть, или посмотреть какие-то гены, которые были ошибочно аннотированы, для которых есть подтверждение в виде матричной РНК, то, конечно же, такое ДНОВа секвенирование, оно в данном случае имеет свои плюсы. И, как я дальше покажу, есть статьи, в которых убедительно доказывается, что для плохо аннотированных геномов ДНОВа секвенирование транскриптома гораздо лучше, чем выравнивание транскриптов на вот такой плохо аннотированный геном. Ну и, конечно же, плюсом еще одним является большое количество детектируемых транскриптов. То есть это метод скрининговый. Мы сразу получаем много информации о изменении различной уровня экспрессии для разных транскриптов, хотя понятно, что не все эти изменения будут отражать ту задачу биологическую, которую мы поставили. Например, они не всегда будут ответом на какое-то внешнее воздействие или на разницу в стадии развития. Это могут быть совершенно другие какие-то внутренние причины. То есть здесь нужна, конечно же, статистика. Поэтому, в принципе, большое количество транскриптов можно также считать и минусом этого метода. Минусы, раз уж мы о них заговорили. Количество транскриптов ни в коем случае нельзя сказать, что оно абсолютно равно количеству или коррелирует строго с количеством белка, которое получится. И количество белка, понятно, что никоим образом нельзя сказать, что полностью коррелирует с его активностью. Почему? В зависимости от регуляторных элементов и от самого белка, его время жизни в клетке может различаться. Таким образом, транскриптов может уже не быть, а белок еще может существовать. Плюс белка есть по транзиционной модификации. Основная форма белка может быть вообще неактивна, пока не произойдет, скажем, фосфорилирование этого белка. Ну и более того, транскрипты регулируются еще на нескольких уровнях. То есть здесь просто то, что мы нашли с вами, транскрипт, это то, что мы обнаружили, возможно, корреляцию в дальнейшем, которую необходимо, конечно, уже подтверждать с, скажем, количеством белка или с каким-то методическим путем. То есть некая подсказка. Ну и отсюда понятна и вторая проблема, что изменение количества транскриптов – это не всегда отражение именно нашего экспериментального воздействия. Возможно, какой-то неучтенный фактор, возможно, индивидуальные особенности, если у нас выборка из нескольких животных и многое другое. К сожалению, ДНОВА, такая транскриптомика, еще не имеет точно отлаженного одного конвейера обработки данных, одного строго выверенного подхода. Это еще развивающаяся область. И, конечно, крайне желательно, а в некоторых случаях необходимо подтверждение того, что вы смогли найти этим методом, как скрининговым, количественным ваших находок, методом того же самого ПЦР в реальном времени, другими методами, возможно, даже применением каких-то методов достаточно старых, типа микрочипов, если вы сможете теперь на основе вашего транскриптома сделать микрочипы как раз под ваш объект уже абсолютно точный. Минусы, плюсы у нас с вами понятны. И какие биологические задачи мы можем с вами решать, если мы получим транскриптом нашего объекта. Первая задача очевидная. И так как я говорю о ДНОВА транскриптомике для РЖИ, объекта немодельного, для которого нет хорошего аннотированного пока еще генома, хотя вроде сейчас готовится публикация с таким геномом, может он у нас появится. То, конечно, первое, что интересует, если мы будем сравнивать несколько различных линий этих растений, то это разница в изменении, которые происходят в кодирующих белки генах, ну и их регуляторных участках 5, 4, 3, 3, UTR. И, конечно же, если у нас есть последовательности, мы в ней наблюдаем какие-то изменения, то здесь, в принципе, это можно потом подтвердить уже другими методами, но найти мы сможем это достаточно быстро. Вторая задача, которую можно решать, но вот в наши первоначальные планы это не входило, это то, что мы можем с вами сравнивать уровень экспрессии различных транскриптов между состояниями или между даже линиями какого-то растения. Кроме того, мы можем оценивать не просто на уровне, скажем, транскриптов отдельных, но и объединить эти транскрипты уже в гены и смотреть изменения этой экспрессии уже на уровне генов. Следующее, что отсюда же вытекает из первой задачи, возможность поиска слитых или укороченных генов. Если произошла, например, делиция одного нуклеотида, в дальнейшем сбой рамки считывания и наиболее вероятное появление преждевременного стоп-кодона, то это можно будет этим методом замечательно увидеть, и таким образом можно какие-то структурные белки, если в них есть какое-то, скажем так, повреждение, уже достаточно легко оценить. То, что мы в нашем исследовании не смотрели, но в принципе может быть интересно, поиск альтернативных сплайс-вариантов. Понятно, что геном, если у вас будет хорошо даже отаннотированный, вы можете только предположить наличие каких-то сплайс-вариантов, но точно сказать о их наличии, их количестве можно только, сделав транскриптомный анализ. Конечно, если, например, геном данного организма еще только аннотируется, то получение таких данных может улучшить вам его аннотацию. Ну и если вы будете делать тотальное выделение, то можно увидеть еще и дополнительные типы, так как длинные некодирующие РНК, микро-РНК, транспортные амберсомальные и много еще чего. Какие у нас есть варианты выделения исходного материала? В принципе, можем взять тотальную фракцию РНК, но возникает несколько проблем. Во-первых, в тотальной фракции очень большое количество будет именно рибосомальных и транспортных РНК. Рибосомальных, конечно же, больше. И в данном случае, если мы будем секвенировать вот так вот все, без какого-либо обогащения или, наоборот, уменьшения количества какого-то типа РНК, то мы получим, что 80-90% наших данных несут одно и то же. Поэтому, конечно же, тотальную РНК сейчас мало для каких задач берут, хотя, опять же, такое возможно. Второй вариант. Мы можем наш образец как раз объединить, вычтя из него разными способами рибосомальную фракцию для РНК. Это так называемый риба-минус протокол. И если мы говорим, например, об иллюмине, для растений существует специальный набор для подготовки библиотек, который как раз первым шагом это сделает. Второй вариант, третий вариант подготовки. Это поле А, обогащенная фракция РНК. То есть, используются, например, специальные шарики с соответствующими библиотидами или другой вариант очистки, например, на колонках, где вы оставляете только матричное РНК, которое имеет вот это вот поле А, хвост, в вашем материале. Ну, понятно, что в случае такой подготовки вы, конечно, не сможете оценить те последовательности РНК, которые такого поля А куска не имеют. Ну, например, если мы говорим о длинных некодирующих РНК, некоторые из них могут такого не иметь. Если мы говорим о вирусных РНК, если мы говорим о логатериальных РНК и так далее. Поэтому, в принципе, этот вариант, он тоже приемлем, дает более чистые данные, но это только, исключительно, матричное РНК. И четвертый вариант, так называемый рибосомальный профайлинг. Дело в том, что не все матричные РНК, которые у нас появляются, они в данный момент подвергаются уже связи с РНК, ну и, соответственно, не со всех их в данный момент будет синтезироваться белок. И есть метод, который позволяет оставить только ту фракцию РНК, которая в данный момент, на момент фиксации, используется специальное вещество, было связано с рибосомами. Последовательность здесь достаточно простая. Это фиксация с этим циклом ГЕКССИМИДИНом. Это разрушение свободной РНК, центрифугированных этих комплексов, связанных РНК и рибосом, выделение оттуда РНК, селекция по размеру, лигирование адаптеров, ну и дальше обычная подготовка. Таким образом, для нашей работы мы выбрали вот этот вот протокол, где мы убирали только рибосомальную РНК, прежде чем подвергнуть дальнейшей обработке. Ну и, конечно же, нужно уделить некоторое внимание вопросу, почему нас заинтересовал немодельный объект. Ведь есть достаточно хорошо атиквинированные, близкие родственники, есть пшеница, есть ячмень. Дело в том, что РОЖ в данном случае интересна по нескольким причинам. Во-первых, это менее домистифицированный злак, соответственно, он подвергался меньшему давлению вот этого отбора, и его разнообразие больше. Во-вторых, он облигатный перекрестник, поэтому разнообразие в нем сохраняется достаточно хорошо. Его больше устойчивость до сих пор ко многим неблагоприятным факторам. И поэтому он является неким резервуаром полезных признаков, которые можно, в принципе, использовать для переноса, в том числе и в другие злаковые культуры. Кроме того, имеется петергофская коллекция фенотипических мутантов, для которых передача признаков описана, например, через анализирующие скрещивания. Поэтому действительно интересный объект. Почему Денова? Ну, опять же, так как объект не модельный, ему нету хорошо аннотированного генома, и, конечно же, просто не на что выравнивать было бы вот такие чтения. Поэтому первое Денова. Второе. На самом деле я хочу сослаться вот на эту статью. Понятно, что статей много, но это наиболее свежий, 2019 года. Где как раз сравнивали, насколько имеет смысл производить Денова сборку для как модельных, так и уже хорошо секвенированных объектов. И оказалось, что кроме объектов, не имеющих хорошо аннотированного генома, в принципе, такой подход также интересен и дает дополнительные данные, если использовать его для изучения экспрессии. Потому что он позволяет увидеть транскрипты или гены, которые могли быть пропущены при аннотации, или какие-то спайс-варианты, которые, в принципе, другого мы увидеть не можем. Поэтому, в принципе, этот подход может использоваться в том числе для нового секвенирования и для объектов модельных. Ну и прежде чем нам перейти к обработке данных и к тому, как организовать весь этот процесс, нам нужно немножечко поговорить о части именно лабораторной. Как выделять материал, каким образом выбирать, какие части, в данном случае растения, пойдут на дальнейший анализ. И, конечно же, РНК со временем очень сильно деградирует. Вот пример такого графика, взятый из брошюрки фирмы Agilent. RIN – это индекс целостности РНК. Здесь дальше время в минутах. Ну и, как видите, очень быстро происходит деградация до уровней, которые, в принципе, уже не пригодны для секвенирования. То есть 20 минут просто растение того же самого, если оно срезанное уже, скажем так, неживое. Достаточно, чтобы деградировать РНК с вполне приличных уровней, в районе, скажем, 7 этого RIN, до примерно 4, то есть уже не подходящего для дальнейшей работы. Поэтому нам нужен какой-то способ либо быстрого тут же выделения этого материала, либо консервации его различными способами. Ну, один из способов – это замораживание в жидком азоте. Тут все понятно, но не всегда доступно и не очень удобно. И второй способ, который здесь возможен, после того, как мы поговорили о времени, это использование так называемого реагента RNA-Later. Реагент на самом деле – это солевой раствор насыщенный. Это всего лишь сульфат аммония на буфере, плюс некоторое количество вахилатора в виде ДТА. Опять же, кому интересно, вот ссылка на патент, где прописан полностью состав данного RNA-Later. В принципе, его можно делать и самим. И понятно, каким образом он работает. В данном случае происходит просто перцетипация, выпадение в осадок и белка, и РНК одновременно в комплексе. Естественно, в таком виде РНК не могут работать. РНК у нас, скажем так, сохраняется дольше. Но здесь есть важная вещь, которую нужно сказать. Если вы собрали ваш материал, залили РНК later, его нельзя сразу убирать в холодильник на минус 20. Почему? У вас еще не успел этот раствор проникнуть внутрь ткани, и РНК у вас еще не выпало в осадок вместе с окружающими белками. Таким образом, получается, что вы заморозили ваш образец без пропитки в этом растворе. Он у вас заморожен сам по себе, раствор сам по себе. Когда будет оттаивать, то же самое время пойдет дальше, пока у вас не проник интузия образца этот реагент. Поэтому рекомендуется некоторое количество времени на плюс 4 или на комнатной температуре подержать в этом растворе для того, чтобы все-таки произошло то, ради чего этот раствор сделан. Кроме того, конечно, не стоит туда класть очень большие куски. Если есть возможность каким-то образом уменьшить объем кусочков, то в таком случае этот раствор будет работать гораздо лучше. Ну и есть статья, доя я здесь оставлю, которая сопоставляет между собой качество образцов, которые были сохранены при помощи просто замораживания в жидком азоте и при помощи использования вот этого реагента РНЛ. В принципе, выводы, к которым они пришли, то, что качество сопоставимо с замораживанием. Еще два момента, которые нам нужно будет упомянуть, когда мы будем говорить о выделении РНК из материала. Это выбор стадии развития и тканей, из которых мы будем выбирать, и возможные контоминации различными другими организмами. Почему это важно? Давайте рассмотрим каждый из этих пунктов отдельно. Прежде всего, это то, когда будем выделять РНК из нашего материала. Так как нас интересовала в этом исследовании окраска семян и, более того, синтез флавоноидов, в данном случае еще антоцианов, как одного из подклассов флавоноидов, то, естественно, нас интересовал тот момент, когда эти вещества начинают нарабатываться, когда только появляются белки, необходимые для метаболических процессов по преобразованию определенных веществ при курсорах, то есть того же самого лейкантоцинедина, например, или еще что-нибудь в уже сами пассиантоцианы. И понятно, что зерно, развиваясь, проходит несколько стадий развития. Ну вот, например, стадии развития по десятичному коду. Иногда проще говорить по дням после опыления. Опять же, для разных линий это немножечко различается. Но понятно, что на самых ранних стадиях, когда формируется сама вся зерновка, здесь еще вряд ли происходит синтез белков, необходимых для поздних стадий наработки антоцианов. Они еще не окрашены. На поздних стадиях понятно, что транскриптов тоже мы уже не обнаружим, потому что, в принципе, зерно уже просто высыхает. И здесь нужно какую-то стадию определенную выбрать, на которой происходит уже наработка большого количества интересующих нас транскриптов, но еще не произошло значимых разрушений. Ну и стадия, например, восковой спелости в данном случае наиболее подходящая. Кроме того, несмотря на то, что линии различаются по наличию или отсутствию, например, той же самой контоциановой окраски, понятно, что проявление этого признака, наличие антоцианной окраски, очень сильно зависит от различных внешних факторов. И, конечно, большое количество антоцианной окраски, как мы видим вот в этом нашем теплом году, когда зима была не очень хорошая, и растения такие, а зимы красные, у которых есть антоциан, это ответ на некий стресс. Будь то большое количество соли, холод, ультрафиолет, какие-то другие воздействия, вредители. И, конечно, мы можем увеличить количество данных транскриптов при определенной стимуляции. Ну, чем можно было бы стимулировать? Ультрафиолетом можно было бы холодом, но на самом деле можно при формировании колоса на определенной стадии просто обрезать чешуйки, так, чтобы свет попадал на зерновку, и в ней происходила наработка вот этих транскриптов, ну и в дальнейшем, соответственно, белков, необходимых для синтеза уже самих по себе антоцианов. Таким образом, со стадией развития мы с вами разобрались, но это имеет отношение не только к нашему объекту. Если, скажем, ваш модельный объект также имеет несколько стадий развития, естественно, профиль матричных РНК, да на самом деле, в принципе, транскриптомный профиль этого объекта для разных стадий развития будет различаться, так же, как и для тканей. И вот здесь для нашего исследования нам пришлось выбрать строго определенный набор тканей, потому что нас интересовало материнское растение. И, если вы помните, то для растений существуют в зерновке несколько типов тканей, которые различаются по своему происхождению. Есть здесь, взято из статьи, правда, парабидопис, лучше картинки, к сожалению, найти не смог, но, тем не менее, даже для однодольных, в принципе, то же самое будет иметь значение. Есть ткани, которые можно отнести условно к материнским. Есть ткани, собственно говоря, зиготически самого зародыша. И есть ткани триплоидные. И, естественно, если мы с вами смешаем транскрипты всех этих трех тканей, разобраться в этом будет достаточно сложно. Если мы говорим про просто конечный уже этап, синтеза натоцианов, да, они формируются в внешнем слое. И поэтому, в принципе, для работы с этой задачей можно взять именно верхний слой. То есть, это вот эти внешние слои. Здесь уже срез зерновки ржи приведен. Это, соответственно, то, что мы можем взять, где еще может формироваться некоторое количество антоцианов, это аллероновый слой. И, в принципе, вот внешняя эта оболочка – это то, что нас интересует. Потому что если мы с вами захватим, например, зародыш, понятно, что там другой будет профиль уже экспрессии. Ну, а с запасными уже веществами, с эндоспермом, есть еще одна проблема. Дело в том, что он созревает одним из первых. И, естественно, в нем уже РНК начинает разрушаться. И если мы смешаем с вами очень небольшое количество РНК, которое мы получим с этих внешних слоев, с большим количеством РНК, которое мы получили, деградировавшего очень сильно из эндосперма на той стадии, которую мы выбрали, то, конечно же, качество выделения у нас будет очень плохое. У нас будет очень много деградировавших фрагментов, просто потому что вот это все – это уже тот участок, где происходит деградация РНК очень сильная. И, конечно же, тогда смешивать этого смысла нет. Таким образом, для оценки этого признака мы взяли только перикарп и аллероновый слой. Вот зерно. Для сравнения давайте посмотрим на качество выделения. В случае, если мы возьмем целиковую зерновку, все зерно целиком, и если мы возьмем только вот этот внешний слой, и не будем брать ничего внутри. Если мы возьмем с вами только внешний слой, аллероновый слой и, соответственно, перикарп, то мы видим, что на выделенном тотальном, это тотальная РНК, мы видим субединицы рибосомальные, достаточно неплохо, они хорошо выражены, и на электрофорограмме вот здесь эти пятна тоже, эти полосы также очень хорошо видны. С другой стороны, если мы точно так же гомогенизируем теперь все семечко целиком, и, как я уже говорил, вот эта внутренняя часть, это уже частично деградирующая РНК, то, конечно, здесь можно еще увидеть пики, относящиеся к субединицам рибосомальной РНК, а напомню, ее больше всего в тотальной РНК будет, но при этом есть вот такой горб очень большого количества РНК деградировавшей. Она нам будет очень сильно мешать. Конечно, можно попробовать по размерам просто вырезать из геля, еще что-то сделать, но проще, конечно же, взять только в данном случае леную часть. Таким образом, для дальнейшей работы у нас взята восковая спелость, которая отражает как раз максимальное количество именно интересующих нас транскриптов, взят только перикарп или роновый слой, чтобы не брать эндосперм, не брать зародыш, и произведена стимуляция в виде обрезки чешуй. И график, который мы получаем, если посмотрим просто эллиграфорез тотальной РНК, будет выглядеть примерно вот так, с очень хорошо выделенными субединицами рибосомальной. Вторая проблема, которая, несомненно, возникает. И вот этот список, который представлен здесь, это то, что удалось найти после обработки, на самом деле, данных. То есть, в том транскриптоме, где, конечно же, основным компонентом была интересующая нас рожь, удалось найти вирус, специфичный именно для ржи и ячменя, удалось найти РНК клещей растительных, удалось найти РНК с очень хорошим счетом для нескольких видов тли, бактерии. Ну, грибов там было вообще достаточно много. И также некоторые непонятные, но накладывающиеся на базу прочтения, такие, как, например, прочтение, относящееся к археям. На самом деле, действительно, в месте, где выращивались растения, некоторые из этих паразитов или хозяйственных наблюдались. Таким образом, на самом деле, тут вопрос, насколько вообще интересно это изучать. То есть, в принципе, мы получили такой вариант метод транскриптомики. Но для дальнейшей сборки, конечно же, это плохо. И нам бы хорошо те транскрипты, которые относятся к вот этим вот загрязняющим на основе материал, объектом вычесть по возможности. Ну, первый вариант, который наиболее, скажем так, удобный, хороший, это выращивать растения в условиях отсутствия всех этих организмов паразитических, если это возможно. Второе. Мы с вами будем смотреть на варианты подготовки исходных данных. И если мы точно знаем, один секунс у нас же был, мы уже знаем, что мы здесь видим, мы можем с вами вычесть из нашего тотального набора прочтений, прочтения, которые относятся только к этим организмам. То есть, оставить те прочтения, которые и для этого организма, и для нашего организма, например, подходят, но при этом вычесть те прочтения, которые, скажем так, уникальны для вот этих вот организмов. Ну и проблема оценки качества РНК. Мы с вами уже говорили, что она достаточно быстро деградирует, и я мельком упоминал индекс так называемой целостности РНК, так называемый РИН, запатентованный фирмой Гелент, но использующийся в ее двух системах чиповая электрофореза, биоаналайзер 2100, прибор уже устаревший, и их новый прибор, вот Agilent Tape Station. Для работы с этим анализом можно использовать вот такой вот чип Pico 6000 RNA. Он работает с очень маленькими количествами материала, так что вы, в принципе, практически не пожертвуете для такого анализа. И для того, чтобы использовать в дальнейшем собранный материал, нужно быть уверенным, что не произошло значимой деградации, и что концентрация у нас достаточная. Ну, с концентрацией РНК померить, понятно, здесь все очень просто, на этом останавливаться не будем. А вот с РИН-индексом нужно остановиться чуть-чуть поподробнее. Изначально этот индекс разрабатывался для клеточных культур человека и млекопитающих. И здесь есть сразу же несколько подводных камней. Во-первых, как этот индекс изначально подбирали. Было некоторое количество РНК, разной степени деградации. Было некоторое количество экспертов, которые должны были оценить степень деградации от нуля, полностью деградирующего, до десяти. Абсолютно идеальная. И, естественно, экспертам давали именно РНК и вот эти электрофорограммы для случаев млекопитающих. Млекопитающих даже. Каким образом можно оценить, насколько РНК сохранна? Я уже говорил, что в тотальной фракции наиболее часто встречающиеся это фрагменты рибосомальной РНК. И, как видите, они достаточно большие. До четырех тысяч может быть нуклеотидов, в зависимости от того, какой фрагмент мы с вами возьмем. И, конечно же, длинные участки будут деградировать первыми. Шанс на то, что где-то пройдет деградация, для них просто выше, чем короткий. И таким образом можно взять в рассмотрение соотношение вот этих двух больших сравнительно 28С и 18С субединиц для эбосомальной цеплазматической РНК. Ну и можно оценивать еще вот этот вот регион, который относится к низкомолекулярной части. И вот этот вот. Во-первых, регион прекурсора, с которой получаются эти две части. Ну и регион более высоких, скажем так, больших длин. Если смотреть на форограмму, здесь очень хорошо видно. Вот эти две субединицы. Видите, здесь очень хорошо выраженные, яркие полоски. Но после определенного уровня деградации верхняя начинает пропадать, а за ней начинает пропадать и нижняя. Но зато начинают формироваться фрагменты их распада. Ну и увеличивается количество низкомолекулярных РНК. Таким образом, после того, как экспертам раздали вот эти форограммы, они их оценили от нуля до десяти, дальше использовалась некая эстетическая обработка, которая позволила сопоставить разные регионы этой электрофорограммы, их взаимоотношения, с оценкой, которую поставил эксперт. Но напомню, эксперты делали все это на клетках млекопитающих. И для клеток млекопитающих этот индекс работает, ну, скажем так, очень хорошо. С другой стороны, у нас растение. У растения как минимум одна из субединиц, другая не 28, а 26. Плюс у нас появляются еще хлоропласты, где есть еще 5С, которая увеличивает этот пик. Соответственно, появляется большее количество скажем так РНК в низкомолекулярной зоне, что является нормой. У нас теперь просто есть еще один источник этого же фрагмента. У нас есть также 16, и хлоропластов есть еще 23. То есть, видите, у нас вместо пика 28, который был у животных, появляется пик 26 и 23, то есть, как будто бы немножечко этот пик размывает. Что это означает? Оночает, что алгоритмы, которые должны работать с таким материалом, не учитывают этой особенности. Для подробной информации отсылаю вот к этим двум статьям. И уровень целостности РНК, который вы получите при помощи этого прибора, этого метода, будет очень небольшим. То есть, уровень целостности, скажем, 7,4, который считается для клеток млекопитающих уже на грани того, чтобы можно было секвенировать. Вот, пожалуйста, РИН 6,4 прибор присвоил. Но посмотрите, как хорошо видны два пика, видна более высококумулярная часть, видны пики других субъединиц. И видно, что деградации это особо нет. Если мы базовую линию проведем, она идет как-то вот так. для примера, РИН 10 картинка для печени мышки. И таким образом, если у вас есть РИН в районе хотя бы 6,4, это совершенно нормально для дальнейшей работы, не стоит пугаться, потому что фирмы, которые будут производить секвенирование, скорее всего, поставят ваш образец на удержание и будут с вами списываться продолжать ли эту обработку или нет. С концентрацией для наших образцов здесь было все нормальным объемом. Но что еще важно отметить? Важно не только наличие пиков, но и соотношение этих пиков между собой по высоте, по количеству. И вот соотношение 2 к 1 считается наиболее таким подходящим, которое, в принципе, здесь тоже соблюдается. Таким образом, на РИН нужно ориентироваться, несомненно, но нужно прочесть вот эти две статьи, если работаете с материалом растительным и обратить внимание на то, что, конечно, РИН-10 вы вряд ли получите на растительном материале в силу особенностей расчета этого метода. Хорошо, мы получили материал, пока это у нас тотальная РНК, и мы решили, что мы из нее будем делать вариант РИБа-, то есть будем удалять только рибосомальную РНК. После проверки РИНа, что у нас нормальный, мы рибосомальную РНК вычли, и возникает вопрос, на чем секвенировать и какими способами. Мы секвенировали фирмы Макроджин и вполне довольны их работой. Они представляют несколько вариантов секвенирования на платформах Illumina, на платформе ПакБио, на платформе Нонопора Oxford. И так как нас интересовали строго определенные транскрипты, строго определенный фенотипический признак, и у нас было несколько линий, то нам нужно было создать прежде всего хороший, качественный ДНОВА транскриптом, с которым мы сможем работать. Причем транскриптом именно зерновки, именно на данной стадии развития. Поэтому нами было выбрано прежде всего платформу Illumina. И дальше есть различия, что можно выбрать. Во-первых, длина прочтения. Понятно, что чем больше она, тем лучше, но, например, длина прочтения 300 доступна только на низкопроизводительных приборах MySec, которые будут достаточно дороги. Второй вариант. Есть разные варианты прочтения. Если мы говорим о длинных прочтений, в основном это прочтения одноконцевые, что не очень хорошо. одноконцевые прочтения. Чуть дальше мы поговорим подробнее, но в двух словах буквально. Если у вас есть какая-то последовательность, то одноконцевое прочтение вы с одной стороны читаете и на всю длину прочтения, сколько у вас есть, например, 100 нуклеотидов, вы получаете после адаптера, на который, соответственно, с которым начинается этот синтез, получаете информацию. То есть вот участок, информация, для которого вы получили. Что такое двуконцевое прочтение? А вы теперь можете вашу последовательность с другой стороны тоже на какое-то количество, например, на те же самые 100 букв прочесть. И получить теперь для фрагмента, который у вас был, как бы два прочтения, где у вас хорошо известные буквы, а между ними некоторый участок, где вы можете сказать, что в среднем составляет какое-то количество, обычно порядка 120 букв, и в принципе можете сказать, что вы просто здесь не знаете, какая буква, поставить здесь буковки N. Почему это удобно? Вы виртуально увеличили длину прочтения. Она у вас теперь получается не 100 и 100, а 100 плюс здесь 120, плюс 100, то есть вы получили, скажем так, 320 нуклеотидов, просто 120 из них вы не смогли прочесть посередине. И если у вас, например, есть какой-то кусочек, который неизвестно, как собирать, и есть ваше прочтение, которое укладывается на него вот таким вот образом, то понятно тогда, можно ли объединять эти два куска или нет. Ну, или если теперь, например, вот так прочтение было, или вот так. То есть это позволяет вам сориентировать и решить вообще, насколько возможно, скажем, закрытие вот такого вот отверстия. В принципе, возможно еще не просто парно-концевое прочтение, а увеличение вот этой вставки в центре, но мы это пока не использовали, нам это было не нужно. Таким образом, лучше парно-концевое прочтение. Еще одна опция, которую я скажу чуть позднее, это так называемая цепь специфичное прочтение. И в итоге опция, которая нам больше всего подошла, это два прочтения по 100, на самом деле 101 букву получается, парно-концевые и цепь специфичная. Платформа ПАКБИО нам не очень была интересна, потому что, да, она дает длинное прочтение, да, есть дополнительные возможности, например, для поиска модификаций, да, действительно, можно закольцевать эту молекулу, чтобы увеличить количество, ну, скажем так, качество прочтений, но для быстрых простых сборщиков, основанных на графах, это не очень хорошо, так как эти прочтения с большим количеством ошибок, создадут большее количество этих графов ошибочных, ну, и будет очень сложно потом работать с таким материалом. На напору те же самые есть проблемы, хотя у на напору есть одна очень тесная особенность, это возможность прямого РНК-секвенирования. В случае иллюмина нам придется все-таки нашу РНК переделать в КДНК, комплементарную ДНК, и как раз здесь возникнет проблема с сохранением цепи, с которой это было сделано, получим ли мы сенс или антисенс. Здесь же, если мы будем использовать прямое прочтение, такая проблема решается. Таким образом, в принципе, это интересно, например, в дальнейшем, когда возникнут какие-то вопросы при сборке, то можно уже собранный транскриптом накладывать на вот такие длинные прочтения, по сути дела, длина прочтения здесь это полный транскрипт, если он хорошо сохранился целиковый, хотя и с большими ошибками, но позволит разобраться с таким проблемой, как химеры, как, скажем так, соединение каких-то кусков одного-то транскрипта в разных направлениях и так далее. Поэтому, в принципе, иллюмина это номер один, с чего нужно начать, потому что качественно дешево и много, ну и как номер два можно сюда добавить будет на позднем этапе, например, ту же самую на напору. Итак, какую в итоге пробподготовку мы используем для секвенирования? Ну, во-первых, набор, о котором я уже говорил, это набор, который вычитает у нас рибосомальная РНК из нашего тотального РНК, сохраняя нам длинный некодирующий, микро-РНК и все остальное, что нам может быть интересно. Длина прочтения 2 на 100, на самом деле 101, если быть точным, парно-концевые и цепь-специфичные. Что такое цепь-специфичные прочтения? Дело в том, что возможно в случае, если мы будем смотреть на геномном уровне, вот такие неприятности. Когда для одного гена какая-то часть считается сенс, а другая часть для другого гена с антисенс, участка точно того же самого. Если у нас не будет возможности учесть того, с какой цепи была синтезирована данная матричная РНК, то мы не сможем разобраться с этим участком. Этот участок у нас, скорее всего, создает некий химерный транскрипт, где у нас будет вначале вот этот транскрипт собран, потом к нему будет прицеплен еще вот этот транскрипт, причем он еще перевернутый. Что, конечно, усложнит сборку, создаст ошибки. Есть несколько способов этого избежать. Оставить нашу получающуюся КДНК только с определенной цепи. То есть мы сохраняем информацию о том, какая цепь у нас была использована. Два подхода есть. Первый подход это с легацией адаптеров специальных и можно отправить вот на этот сайт, на наборы, который делает Такара-Био. И второй подход, который чуть-чуть более понятен и более прост, это использование для синтеза цепи других букв, в данном случае урацилы вместо С у нас. И таким образом эту цепь сможем в дальнейшем деградировать. То есть мы создаем КДНК, но одна из цепей у нас вместо известной нам буквы имеет другую. И есть ферменты, которые позволяют нам теперь избирательно деградировать только цепь, в составе которой у нас есть процеды. У нас остается только цепь, которая теперь, как видите, комплементарна нашей исходной. И мы точно знаем, теперь какая цепь использовалась для создания вот такой вот нашей уже РНК, которую мы будем использовать в дальнейшем для работы. Опять же, более подробно по методу оставлю ссылку на статью. И еще один пример. Есть очень хорошие обучающие материалы на сайте Galaxy то же самое, если делать секвенирование без учета специфичности по цепи. И как видите, несмотря на то, что здесь абсолютно видно, что какие-то генесенс, какие-то антисенс считываются, то, что мы здесь с вами получаем, оно достаточно неприглядно, разобраться сложно. С другой стороны, если мы будем сохранять информацию о цепи, то сборка у нас сильно упрощается. Конечно, здесь есть некоторое количество все-таки антисенс, но гораздо меньше, и поэтому здесь мы получаем с вами очень хорошее разделение с плюс и минус цепи. Это то, что казалось подготовки библиотеки, оценки качества РНК для ее подготовки, но теперь нам нужно оценить саму по себе библиотеку, которая была создана. Библиотека фрагментов, которые будут использоваться уже непосредственно для секвенирования. Почему нужна библиотека, почему нельзя секвенировать так вот целиком? Дело в том, что иллюмины короткие, достаточно прочтения, и более того, сами по себе эти участки, чтобы нормально работало, тоже должны быть небольшие. То есть, нам нужно убедиться, что отдельные молекулы, которые мы будем читать, будут иметь какой-то небольшой размер, ну, скажем, там где-то порядка 320 нуклеотидов для данного варианта правоподготовки. Поэтому они либо физически, либо при использовании определенных ферментов фрагментируются, и нам нужно убедиться, что фрагментация прошла так, что размеры этих фрагментов достаточно хорошо ограничены. В данном случае здесь представлен график интенсивности, количество фрагментов и размер. Вот эти две части это маркеры, чтобы можно было откалиброваться, нижний и верхний, на том же самом приборе геленбиолонайзер это делается. И вот распределение уже для нашей библиотеки. Как видите, распределение немножечко скошено, но очень хорошее, с медианой 321 нуклеотид. Соответственно, если у нас теперь будет прочтение двухконцевые по 100 букв, значит это 100 с одной стороны, 100 с другой стороны и 121 в среднем в центре. Очень мало у нас меньше 200, это очень важно, чтобы не было меньше двух прочтений, чтобы мы не получили в нашем секвенсе адаптеров, с которыми потом придется бороться. Ну и, как видите, мало больше 500, то есть подкаток в библиотеке в данном случае очень удачная, хорошая. Концентрация тоже достаточно для дальнейшей работы. И, соответственно, дальше можно использовать ее уже для секвенирования. После того, как фирма вам произойдет секвенирование, вы получите некий отчет качества, но надо сказать, что этот отчет, скажем так, не очень полезен, потому что вы получите общее количество прочтений, вы получите общее количество баз, соответственно, сможете оценить средний размер прочтений. Вы получите соотношение ГЦ. Это уже более важно, потому что это соотношение ГЦ-АТ, оно видоспецифично. И если у вас есть контоминация, то вы сможете дальше с этим разобраться. Или если ГЦ, которое вы получили, не соответствует вашему объекту, то здесь есть некоторые вопросы, нужно разбираться, почему это произошло. Следующие показатели, которые вы получите, это показатели качества. Q20 и Q30. Что это такое? Это предполагаемое количество ошибок или вероятность ошибки на какое-то количество прочитанных баз. И, например, Q20 у нас будет означать, что вероятность ошибки 1 к 100. То есть в среднем каждая сотая база будет прочитана ошибочно. Q30 это уже интереснее 1 к 1000. Ну и, соответственно, в процентах, если посмотрим. Файл, который вы получаете, будет содержать в себе не только последовательности, которые были получены, но и также строчку, где специальными символами закодировано качество. Ну и здесь, как вы видите, это качество от 0 до 10 закодировано такими символами, от 11 до 20 такими, от, соответственно, 30 до 40 такими, от 40 до 50 дальше. То есть, в принципе, это показатель, насколько хорошо прошло именно секвенирование. Это показатель, если у вас контоминация или какие-то проблемы, это сколько у вас нефильтрованных сырых прочтений, потому что вы обычно заказываете у фирмы именно количество сырых прочтений, которое вам нужно. И, в принципе, с этими данными уже можно понять, сколько хорошо получилось ну вот такое предварительное секвенирование. Мы с вами поговорили о прочтениях. Ну, на самом деле нужно поговорить о том, как их выбирать, какое количество прочтений нам необходимо. Опять же, когда вы заказываете секвенирование, это неотфильтрованное прочтение. там могут быть различные контаминации, там могут содержаться адаптеры, там могут содержаться соответственно этих адаптеров димеров. В общем, на самом деле нужно брать с запасом. И в зависимости от ваших задач вам может потребоваться разное количество прочтений. Если мы будем говорить о нашей задаче, где нам нужно было сделать достаточно хорошее дно секвенирование транскриптома, определенной стадии развития определенного организма, то нашим выбором было 100 миллионов прочтений или чуть больше, потому что по данным литературы, если мы будем говорить о человеке, они позволяют получить до 90% транскриптов. Если мы смешали все стадии развития, все ткани и посмотрели все гены, которые в принципе могут экспрессироваться, то мы получили бы с вами при таком количестве прочтений 90% транскриптов, ну и соответственно от 81% всех генов. И это уже позволяет описывать основные различия между уровнем экспрессии, если мы будем сравнивать образцы между собой и распределением сплайс-вариантов. Конечно, дальше, если мы хотим сравнивать, например, количество уже транскриптов между собой и хотим получить различия в экспрессии для 80% действительно различающихся генов, то нам придется брать уже большее количество прочтений, 300 миллионов, если мы хотим определить условно всех, всех в кавычках, так в статье тоже было, сплайс-форм, и оценить уже действительно различия, скажем, в 10, 20, 30% по экспрессии, то нужно будет брать уже 400 миллионов прочтений, но с другой стороны, если вас интересуют только транскрипты со средним и малым уровнем экспрессии, то, например, есть вот такие данные для курицы, что 20 миллионов прочтений может быть достаточно. Если вас интересуют только транскрипты с большим и средним уровнем экспрессии, для человека Данио Реррио, и если вы хотите, чтобы у вас было в среднем 10 прочтений транскрипт, можно опуститься до 10 миллионов прочтений. Таким образом, количество прочтений, которое вы хотите получить, зависит от вашей задачи. Для нашей задачи это было 100 миллионов прочтений. Повторность. Если вы все-таки хотите работать с тем, чтобы оценивать количество транскриптов, то есть уровень экспрессии, то, в зависимости от цели вашего эксперимента, вам нужны повторности. Если вы сравните просто два транскрипта, полученных от двух биологических репликатов, то есть от двух, скажем, растений, одной и той же линии, в этих условиях растущих, все остальное, то вы в любом случае обнаружите там очень много различающихся транскриптов. И вопрос, где ставить границу, где эти различия достоверны, а где нет, могут быть решены только подходом статистическим. И понятно, для статистики, чтобы вы могли посчитать хотя бы ошибку среднего, вам нужно минимум три биологических повторностей. То есть, если вы хотите сравнить условную норму или контрольную группу с условным экспериментом, вам нужно взять шесть повторностей, три повторности контроля, или, условно говоря, нормальной группы, и три повторности вашего эксперимента. Причем, это именно биологические повторности, это не то, что вы взяли один материал и три раза его накапали для создания библиотеки. Биологические повторности, чтобы учесть межиндивидуальную вариабельность. Причем, желательно, чтобы эти растения, конечно же, если вы с растениями росли на одной и той же грядке, при одних и тех же условиях, в одно и то же время, потому что, конечно, нам нужно оставить возможность для того, чтобы уменьшить различия между этими сравниваемыми нами образцами, чтобы у нас различие было только по одной переменной, которую мы в данном случае изучаем. Так будет проще. Однако, такое небольшое количество повторностей три позволяет нам оценивать в среднем различия в экспрессии в два раза. То есть, если у вас, скажем, какого-то гена транскрипта в два раза стало больше, то, вероятно, при трех повторности вы можете это уловить. Хотя, опять же, это, скажем так, статистика. Если вам требуется оценивать различия меньше, например, в полтора раза, то тогда вам потребуется уже шесть повторностей. На самом деле, рекомендуется сейчас практически везде делать уже шесть повторностей при такой возможности. Ну, и если вы будете охотиться за очень маленькими различиями в 0,3 раза, 30%, например, вам придется тогда брать уже 12 повторностей. Ну, опять же, статьи для ссылки я даю, но если захотите разобраться в количестве повторностей и в правильном их использовании, я бы рекомендовал вот эту вот статью для того, чтобы разобраться в этом вопросе более подробно. Опять же, для нашей задачи в дальнейшем мы не планируем использовать оценку очень точную, нам будет достаточно грубой, поэтому мы будем использовать три повторности. и в обработке результатов я тоже буду показывать работу именно с тремя повторностями. Оценка качества сырых данных нам, конечно, нужна более подробно. То, что мы получили с вами от фирмы, включало в себя ГЦ в соотношении к АТ, включало в себя количество прочтений, включало их качество, но, к сожалению, этих данных недостаточно. почему. Так как секвенирование происходит в ячейке, в которой есть каналы, подается, соответственно, в эти каналы жидкости для того, чтобы у нас проходила реакция, то, возможно, несколько проблем. Во-первых, возможно, пузыри. И, естественно, тогда считываться информация в этих каналах будет хуже. Так как этот подход секвенирования основан на создании кластеров, отдельных последовательностей, которые вы хотите в дальнейшем антиквенировать, то существует еще одна проблема. Предположим, что вот этот небольшой кусочек канала, вы взяли достаточно большой концентрации ваши исходные нуклеиновые кислоты, пускай это будет, соответственно, здесь и ДНК только может и именно, и расположили их вот так вот близко друг к другу. Дальше вы используете так называемый процесс генерации кластеров, когда вот эти зоны они расширяются и вместо одной молекулы у вас получается здесь их очень много. Это нужно для хорошей детекции. И если у вас кластеры расширились вот таким образом, не перекрылись или перекрылись незначительно, то такую информацию теперь можно прочесть, потому что все вот эти молекулы в каждой части будут прикреплять к себе определенные нуклеотиды одновременно. И вы увидите от них флюоресценцию тоже в принципе одновременно. Но что будет, если вы эти кластеры расположите слишком близко друг к другу? Они начнут перекрываться. И вот на этих вот границах у вас получится некая смесь из многих различных молекул, да, и сигнал здесь будет сложно различить, какой именно этих групп это относится. Поэтому вот такую слишком высокую плотность кластеров можно тоже оценить. Ну и какая-то пыльная ячейка и так далее. Почему нам это нужно? Почему это нужно не только производителю, который делал для нас секвенирование? Дело в том, что это будет влиять на то, как мы будем данные фильтровать перед дальнейшей обработкой. Ведь если у нас на нашем материале, который мы получили, предположим, что вот это график и здесь у нас будут циклы, а здесь у нас будут так называемые тайлы, то есть участки на вот этой вот части стеклышка, которые считываются. И если у нас какой-то момент времени по определенному циклу вот здесь сплошные ошибки, понятно, что эти данные просто нужно не использовать. То есть эти данные нужно отрезать. Если у нас, скажем, там пузырек и данные у нас, например, в какой-то момент времени ухудшились, на какой-то цикл а дальше стали нормальными, это тоже нужно учесть. Если таких пузырьков много, то при обработке подобрать параметры обрезки по качеству соответствующие. Потому что эти участки с плохим качеством, если там будут ошибки, при сборке, при помощи сборщиков, основанных на графах, дадут нам, к сожалению, очень большое количество ошибок. Очень большое количество, ну скажем так, будет сложно разобраться с такой сборкой, будет много транскриптов, не отражающих настоящий. Это будет уже артефакт. Что еще можно будет оценить, что нам нужно было бы оценить? после секвенирования у нас было только общее соотношение gc к t для всего нашего этого пула прочтений. И нам бы, конечно, хотелось бы иметь график, где мы могли бы увидеть распределение. В идеале распределение должно быть близкое к нормальному. И если мы уже знаем это соотношение из генома, либо есть другие способы, скажем, пускай оно будет 48, и если мы вдруг видим картину, что мы получили что-то вот такое, например, то понятно, что вот это какая-то контоминация, либо какая-то проблема с пробподготовкой. Так же, как если мы потом получили, скажем, что-то вот здесь сдвинутое, может быть, даже несколькими пиками или еще что-то. То есть, это возможность разобраться прежде всего с контоминацией образца и с какими-то особенностями пробподготовки неправильной. Если вы точно знаете это число и, например, знаете это число для возможного контоминанта, то в принципе вы уже можете предположить даже, что за контоминант есть. С другой стороны, если вы не знаете, то можно будет в дальнейшем использовать другие подходы для поиска контоминантов, для удаления их из нашего отсекренированного транскриптома и для последующей проверки опять же этой программой наших данных, чтобы посмотреть, удалось ли нам убрать эту контоминацию или здесь осталось что-то еще. Дальше можно посмотреть динамику по включению различных букв различных нуклеотидов по циклам. И если у нас вдруг происходит какая-то проблема и например все наши транскрипты на скажем двадцатом цикле включают только не знаю аденозин например только одну букву то есть какая-то проблема с которой нужно разбираться скорее всего что-то было с химией напутанное или какая-то проблема была с самим прибором такие данные конечно уже нельзя будет в дальнейшем исследовать. Следующее что мы можем посмотреть взаимосвязанные параметры это уровень дупликации и наиболее часто встречающаяся последовательность если у нас есть какая-то последовательность которая очень часто выражена это может быть например та же самая рибосомальная РНК которую мы не убрали это могут быть адаптеры или димеры или какие-то например действительно отдельные РНК которые у нас встречаются очень часто например в растениях это может быть что-то из хлоропластных РНК и в принципе тогда это нормально ну и уровень дупликации мы можем посмотреть таким образом тоже если у нас какие-то очень похожие участки при таком совершенном нашем секвенировании более подробно про программку FASTQC про работу с ней и результаты мы с вами поговорим на следующем семинаре но еще одна программа которую нужно сейчас упомянуть это программка которая позволяет оценить известную контаминацию согласитесь у нас есть набор вот сейчас кандидатов которые могут контаминировать наши данные мы увидели что там есть и грибы и различные насекомые и бактерии и конечно они нам будут мешать и хорошо бы убрать относящиеся к этим образцам к этим животным к этим контаминатам бактериям грибам и так далее последовательности до дальнейшей обработки до сборки есть программы которые позволяют имея не собранное отдельное чтение нашего антероскриптома и имея в виде базы данных возможные контаминанты оценить сколько какого контамината у вас получается то есть например у вас есть база предположим вашего объекта который вы уже откурировали вручную и знаете что это только он вы можете использовать и вы видите что сколько-то прочтений относится к вашему объекту но столько-то прочтений будет относиться скажем к контаминанту 1 lik 2 контаминанта 3 и вы можете во-первых оценить насколько это плохо или хорошо. А во-вторых, вы можете сказать, уже знать, нужно ли вам производить такую подробную деконтаминацию удаления вот этих вот прочтений. И, опять же, если нужно, то каких именно животных. Что можно удалять? Ну, во-первых, если у вас есть ваш целевой организм и вас полностью все устраивает, вы могли бы оставить только прочтения, которые на ваш целевой организм попадают. К сожалению, в нашем случае для нашего транскриптома РЖИ это никак не подходит. Мы можем с вами посмотреть, чтобы у нас соответствовало нескольким геномам, включая целевой. Тоже не очень подходит, у нас целевого, опять же, нету. Еще готово. И нам остается только последний вариант. Мы будем убирать те риды, которые очень хорошо и однозначно соответствуют одному из нецелевых организмов. И тогда, в принципе, мы действительно можем наши риды таким образом очистить от нежелательных контоминаций. Ну, еще раз остается то, что ни в одну из баз не попадает, но так как у нас ДНОВА сборка, мы сохраняем вот эти два варианта. Так как у нас ДНОВА, то мы можем только вычитать прочтения соответствующих только нецелевым каким-то геномом, транскриптом, который мы с вами найдем. И, конечно же, более подробно про эти программы, про их использование мы поговорим на следующем семинаре. А в заключении сегодняшнего семинара нам нужно будет сделать некий обзор всего конвейера обработки данных от получения наших сырых данных до визуализации уже интересующих нас показателей. И здесь многократно будет встречаться проверка качества. Первый раз сырые данные нужно проверить опять же наличие контоминации, наличие адаптеров, наличие каких-то проблем. И, естественно, на основе этого мы можем использовать программу, которая позволит прежде всего удалить адаптеры. Почему адаптеры нужно удалять будет первыми? Потому что они достаточно короткие. Если мы их будем обрезать за счет качества прочтения или еще за счет чего-то, то потом мы сможем их уже не найти. И они будут у нас при сборке нам сильно мешать. Потому что, если у нас, скажем, есть один участок действительно нашего транскрипта, на котором находится адаптер, второй участок другого транскрипта, на котором есть этот же адаптер, то программа сборки, увидев два одинаковых участка, адаптеры, попытается их сложить вместе, что нам будет плохо. Поэтому, в любом случае, первое – это обрезка адаптеров, второе – это, возможно, обрезка по качеству, например, убрать плохие риды, риды, в которых качество проваливается ниже определенного значения, так как чаще всего плохое качество находится в начале и в конце прочтения, то можно задать отдельные условия для начальных и конечных частей наших ридов. Ну, и если после обрезки у нас прочтение оказалось меньше определенного значения, мы можем его просто убрать разосмотрения. После того, как мы это сделали, мы можем проверить теперь наши данные еще раз программкой FastQC на то, насколько мы смогли устранить проблемы, которые у нас были. Убрали ли мы все адаптеры, что у нас теперь с качеством и перейти после этого к оценке на контаминацию. Если вы знаете, что у вас очень хороший образец, то, в принципе, можно это пропустить, но, опять же, всегда какая-то контаминация есть. При помощи этой программы и баз известных вам контаминатов можно их убрать либо самой программой FastQScreen, либо есть программка BBDAC, о которой я поговорю подробнее. Это набор, который может практически все, но конкретно в качестве такого интересного применения можем вычесть какие-то чтения, которые вас не интересуют, если нам известно, то есть, можно вычесть вектора, можно вычесть митохендриальную, хлоропластную РНК, можем рибосомальную РНК вычесть, и, что еще важно, он позволяет убрать из ридов места с малой сложностью, например, полиохвосты. Понятно, что все матричные РНК у нас, если они хорошо сохранны, будут иметь этот полиохвост. И, опять же, возникнет вопрос у программы, которая будет их собирать. Она видит одинаковые участки, пытается их сложить вместе, и, возможно, получение такого большого химерного одного транскрипта, который, конечно, никаким образом не отражает правду. И эта программа позволит вот эти участки с низкой комплексностью, полиа, например, хвосты, или участки, где повторяются несколько букв подряд многократно, или какие-то участки, которые просто содержат какую-то букву, например, какая-то проблема при секвенировании произошла, убрать из тех транскриптов, которые мы дальше захотим с вами использовать уже для работы. После этого, опять же, фастку проверили теперь по соотношению АТГС, остались ли эти пики, все ли у нас нормально, что у нас осталось с наиболее часто повторяющимися участками, с куполей А, понятно, они часто встречающиеся, мы это тоже увидим с вами на графике. Если нас все это не устраивает, возвращаемся опять на этот шаг, если устраивает, идем дальше. Следующий шаг это уже сборка ДНО. В принципе, одним дополнительным шагом, который мы здесь можем еще использовать, это так называемая нормализация прочтений, нормализация ридов. Дело в том, что для многих транскриптов, которые представлены в большом количестве, мы также получим и большое количество этих прочтений в нашем секвенсе. Так как они одинаковые, они будут только увеличивать требования нашей программы к памяти, к процессору, к времени обработки, но новой информации для большинства сборщиков, за исключением, наверное, только транслига, которая часто использует эту информацию для улучшения сборки, не дадут. То есть, в принципе, мы можем за счет этого уменьшить количество информации значимого, которое необходимо в дальнейшем будет обработать программе сборщику, и это позволит нам получить ту же самую сборку за более короткое время. Опять же, напомню, что есть некоторые сборщики, того же самого транслига, например, которым эта информация нужна, поэтому нормализацию я здесь в виде отдельного пункта не привожу, а для некоторых сборщиков, например, для тринити нормализация просто идет одним из этапов обработки, несомненно, уже внутри своей части. Большинство из этих сборщиков основаны на графах, за исключением этого трорека, который использует выравнивание друг относительно друга, за счет чего он, конечно, безумно медленный и ресурсоемкий. Собрали мы с вами некую сборку, почему так много разных личных программ для сборки, чем они отличаются, мы с вами поговорим, и дальше мы могли упустить какие-то из контаминантов, которые можем теперь после сборки, так как последовательности уже стали длиннее, отсюда убрать. Конечно, мы можем очиститься от каких-то известных контаминантов, также можем убрать короткие последовательности, которые вряд ли относятся, например, к белок к кодирующим, мы можем абсолютно точно убрать все, что короче, не знаю, например, 200 нуклеотидов, простых последовательностей, которые повторяющиеся и так далее. Это программа CECCLEAN. После этого нужно оценить как-то качество, насколько наша сборка вообще хороша, как это можно сделать. Если бы у нас был бы референсный геном, мы могли бы с вами наложить на него и проверить за счет этого качества. Мы можем, правда, использовать высококонсервативные гены, которые встречаются в большинстве организмов данной группы. И более того, эти гены обычно подвергаются действию отбора, достаточно жесткого, поэтому их частота изменений в них гораздо меньше, чем в других. И нас, конечно, интересуют прежде всего гены, которые однокопийные. То есть, если у нас будет список генов, которые однокопийные, консервативные, встречаются во всех, скажем, зеленых растениях или во всех только однодольных, что нас в данном случае интересует, и для, скажем, той же самой лилиопсиды есть такой набор именно генов, которые во всех них, в принципе, присутствуют, то можно использовать программу БАСК, которая именно для этого и предназначена. Она переведет, во-первых, сделает просто поиск бластом этих генов в нашей сборке. Дальше она из нашей сборки возьмет эти уже участки и проверит их при помощи Эчемера на наличие необходимых доменов белковых, которые должны в них присутствовать, если это действительно те самые белки. Если это сходится, она будет учитывать данный ген, как действительно найденный. И более того, она найдет и однокопийные, мы знаем, что они должны быть однокопийными, и дупликации, и частично собранные, и отсутствующие. То есть мы получим некоторый такой вариант общей оценки, насколько наша сборка адекватна. К сожалению, это не является одним показателем, который позволяет полностью нам сказать, что одна сборка лучше другой. Тут есть подводные камни, о которых мы будем говорить, когда рассмотрим работу с этой программой. Тем не менее, такая общая оценка. Следующее, что мы можем сделать, мы можем посмотреть, насколько наш сборщик качественно выполнил свою работу, основываясь, например, на исходных данных. Мы можем попробовать теперь использовать нашу сборку, как, условно говоря, такой референсный интерскриптом, и наложить на него наши сырые риды, и посмотреть, насколько они хорошо на него ложатся. Есть ли дырки, есть ли, условно говоря, мостики, объединение нескольких ридов вместе, которые не должны объединяться, и эта программка Transrate. К сожалению, сейчас она уже не поддерживается, много версий, которые не очень хорошо работают, я дам ссылку на версию, которая, как минимум, на моей машине работает хорошо. Дальше. Конечно, мы получили с вами информацию теперь уже более-менее достоверную, но это все еще на уровне РНК. И так как для нашей задачи с рожей нас интересовали прежде всего все-таки белки и какие-то нарушения в них, то мы использовали программку Transdecoder, которая позволяет первое, найти открытые рамки считывания. Понятно, что их может оказаться в предполагаемых открытых рамках считывания несколько на транскрипте. Дальше она использует некую евристику для того, чтобы понять, какая из многих рамок считывания наиболее вероятна. И для этого она использует прежде всего поиск по базе SwissProt. И в данном случае если находится белок с этой рамкой считывания возможной, то учитывается это как правильный. Дальше можно точно так же проверить несколько рамок считывания после того, как искать возможных получаемых с каждой рамки считывания белках определенные домены. Это программка FAM. И более того, теперь найдя некоторое количество вот таких наиболее вероятно правильных рамок считывания, можно посмотреть с чего обычно начинаются такие участки, где то есть какие рамки считывания обычно данный организм использует и что вокруг них находится, какие есть отличительные особенности. Натренировавших теперь на данных, которые мы получили, программка Transdecoder может оставить для тех транскриптов, для которых она не уверена, только те рамки считывания, которые дают наиболее длинный транскрипт и более похожи по своему окружению на те, которые были найдены вот этим предыдущими программами. На выходе мы получаем тоже FASTA-файл, но уже с аминокислотной последовательностью. И мы можем теперь его еще раз проверить той же самой программой FASCA на те же самые артологи. Дальше мы можем на самом деле посмотреть насколько то, что у нас получилось вообще похоже на например если мы говорим в данном случае о ржи на базу которая включает в себя растение Tremble можно скачать не целиком а только например часть которая относится к растениям. Опять же для поиска мы здесь используем не Blast а другую программку Diamond она быстрее работает про нее я тоже пару слов потом скажу. Теперь у нас есть не только наша белковая FASTA но и есть то что мы нашли при использовании базы 3MBL с поиском по Veridia Plant по зеленым растениям. И у нас осталось какое-то количество транскриптов которые условно говоря не найдены в этой базе. Что это может быть? Это может быть различие нашего растения от того что есть в базе опять же не модельный объект. Это может быть какая-то контоминация это могут быть не кодирующие участки и много чего еще. Конечно они более интересны для дальнейшего анализа и мы их можем с вами оставить для того чтобы дальше их необходимость проанализировать отдельно. С другой стороны с теми последовательностями которые теперь действительно хорошо относятся к белкам мы можем провести следующую часть мы можем сгруппировать отдельные транскрипты отдельные сплайс-варианты вместе в скажем так псевдо в кавычках группы которые можно в программах называются генами конечно же это не обязательно гены но скажем так похожие транскрипты можем сгруппировать вместе сгруппировать в отдельные кластеры для этого есть много разных программ программа компакта мне очень нравится есть программа как арсет старый подход если организм близок к какому-то организму который вы уже знаете ну опять же для злаковых на самом деле они очень близки и синтони у них хорошо выражена поэтому в принципе последовательность размещения отдельных генов у них близка в принципе можно использовать просто бласт на ближайшего родственника и за счет этого для транскриптов которые на один и тот же белок попадают и сгруппировать подходов много но вот компакта наиболее интересный такой подход на мой взгляд и теперь мы можем с вами после того как сгруппировали отдельные транскрипты в такие группы оценить их количество как для транскриптов на миллион транскриптов сколько у нас в миллионе транскриптов которые мы получили содержится транскриптов интересующего нас, например, гена. Или сколько у нас всего транскриптов есть на миллион, которые мы выбрали из нашей базы. Конечно, оценивать мы здесь можем как на уровне отдельных транскриптов, отдельных сплайс-вариантов или отдельных частей, так и на уровне вот этих вот в кавычках генов. То, что мы при помощи программы, например, компакта вместе скластеризовали. После того, как мы это сделали, мы можем использовать программы для аннотации, которые могут объединить сразу же много данных по каждому из наших транскриптов. Программа, которую мы будем использовать, Trinotate. Есть много других программ, как платных, так и бесплатных, но Trinotate мне понравилась пока больше всех. И мы сможем для каждого тяги транскрипта отметить, что найдено в Swissprote, отметить, что найдено в базе белковой ЮНЕРФ 90 или 100, в нуклеотидной НР. Мы сможем показать, какие там есть домены. Мы сможем использовать программу RNA-MER, для того, чтобы посмотреть, похож ли этот транскрипт на рибосомальную РНК. Мы сможем использовать программки Signal-IP, который покажет, есть ли в составе этого транскрипта какой-то сигнальный пептид. Мы сможем использовать программу TMHMM, которая покажет, какие трансмембранные домены внутри нашего транскрипта, если бы это было бы белком, содержались. И есть еще программка PLEC, которая позволяет оценить, насколько вероятно, что данный транскрипт это длинная некодирующая РНК. И отдельно ее аннотировать, как длинная некодирующая РНК. Ну и понятно, имею такую аннотацию, потому что в этой аннотации на основе этой информации можно добавить еще ссылки на Киотскую энциклопедию генов и геномов, как на сами гены, так и на процессы, в которых они участвуют. Можно использовать ГО-терминологию, генантология. И так как у нас теперь есть вот такая полная аннотация, можем использовать различную визуализацию. Например, можем использовать для программки R модуль PathView и наложить различающиеся по своему количеству, вот на этом этапе мы различающиеся транскрипты увидели, на какие-то известные нам метаболические пути из Киотской энциклопедии генов и геномов. Можем использовать сайт генантологии, чтобы посмотреть теперь, какие процессы, например, у нас изменяются или затрагиваются между экспериментальным и нормальным материалом. Или какие-то другие сайты, вот еще Vega Genomics мне очень нравится, этот BBGI китайского и так далее. То есть дальше обработка, тут можно много различных способов делать, мы о ней вкратце тоже с вами поговорим. Итого, на сегодняшнем семинаре мы с вами рассмотрели необходимые этапы выбора условий подготовки материала, выбора материала на различных стадиях развития различных тканей, условий секвенирования, подготовки библиотеки, использования различных платформ и пока поговорили о краткой оценке качества. Мы продолжим на следующем семинаре говорить об этом более подробно. А также рассмотрели с высоты птичьего полета тот конвейер или пайплайн, как хотите, обработки, которые мы будем рассматривать с вами на следующем семинаре. Наш сегодняшний семинар завершен. Я благодарю вас за внимание и жду вас на следующем семинаре, который будет посвящен уже работе с конкретными программами, обработке данных, которые были получены на нашем примере. Ну и, как всегда, жду вопросов и комментариев. Спасибо за внимание. До свидания. До следующего семинара.